22 февраля 2019 года. Магнитогорск. Сегодня здесь, в Мекке-Уральской металлургии, для Казанского Акбарса завершается регулярный сезон континентальной хоккейной лиги. Завершается матчем против Металлурга. Всех болельщиков приветствуем с утреннего подготовительного мероприятия команды, а по-простому с раскатки. На финишной прямой чемпионата турнирная ситуация в Восточной конференции сложилась таким образом, что и Акбарс, и Металлург результатом сегодняшней игры между собой определяют своих соперников по первому раунду плей-офф. Победа, то есть два очка, значит Салават Юлаев. Любой иной результат, значит Авангард. Других вариантов просто нет. Вот вам и интрига дня, до разрешения которой остаются считанные часы. Акбарс подошел к кубковому сектору сезона с потерями в составе, и это обстоятельство, конечно, тревожит. Однако воевать на льду – профессия, а профессиональные обязанности в команде Беллидинова принято исполнять от и до. Так что болельщики вправе ждать от ребят вдохновенной игры и позитивных результатов. Информационная составляющая утренней раскатки – вот этот молодой нападающий. Дмитрий Воронков сегодня заменит в номинально первом атакующем звене Иржи Серкача. Надеемся, он справится с волнением, и его первый полноценный матч в составе Акбарса сложится удачей. А еще 30 лет назад, 22 февраля, на свет появился Пол Постма. Защитник, участник последнего матча звезд континентальной хоккейной лиги от Акбарса, появился в Казани в августе, и это было неожиданно радикальным поворотом в его карьере. Думал ли я об этом? Нет. Я не думал, что окажусь в свой 30-й день рождения в России. Никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь. Это сумасшедшее хоккейное путешествие, и я наслаждаюсь этим. Это новая глава в моей книге жизни и еще один веселый день рождения. Семь месяцев в России и срок, который позволяет человеку создать собственное мнение о стране пребывания. В голове много разных мыслей. В Канаде мне говорили, что в России очень холодно и темно. Я не знал, чего ожидать, когда ехал сюда, но я увидел Казань, и это прекрасный город. Вообще, в России много классных мест, и это все изменило мое представление о стране. Да, в России есть города неидеальные, но я просто наслаждаюсь своим присутствием здесь. Хорошая кухня, прекрасные люди, одноклубники, супер. Что еще нужно человеку и хоккеисту? Хоккей в России глазами канадского легионера. Постма и здесь не видит ничего негативного. Честно говоря, я никогда не думал, что буду играть здесь. Я часто слышал о КХЛ, но не видел игр команд КХЛ до того, как попал сюда. Это было для меня чем-то новым и неизведенным. Здесь, говорят, это лучшая лига в мире, и это определенно так. Квалифицированная лига, много классных и опытных игроков. Мне нравится играть в Казани. Это хороший опыт для меня. Ну и в день рождения Пол Постма подводит итоги 30-го года своей жизни и желает себе сокровенного. Это был классный год для меня. И если я приехал в Россию, я, конечно, хочу победить, как ребята нашей команды в прошлом сезоне. Я хочу выиграть этот чемпионат. Итак, сегодня в 17 часов в Магнитогорске, Металлург Акбарс. Айда, ребята, поболеем как следует. Айда, Акбарс. Айда, Пафторим. Музыка. 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 Продолжение следует...